Музыка Перед нашей сегодняшней встречей я посмотрел информационную ленту театральных событий. Вот смотрите, Гоголь-центр обанкротился, банкрот 80 миллионов рублей у них не хватает. В театре на Таганке скандал бушует, артисты борются за свое существование, начался ремонт, говорят, ремонт это не нужен, назначили нового директора, закрылись знаменитый спектакль «Тангезер» и Тимофей Кулябин стал вдруг знаменитостью, обычный провинциальный режиссер. Только вот с бенефисом я не нашел никакого скандала. Почему вокруг вашего театра нет никаких скандалов? Это хорошо с вашей точки зрения или не совсем? Ну, если рассматривать сегодняшнюю, так сказать, ситуацию в театральном, так сказать, нашем пространстве, то, наверное, это сейчас стало так модно. Раньше это считалось не очень, так сказать, как-то красиво, чтобы театры. Поэтому я, наверное, из той школы, которая воспитала во мне, так сказать, работать в тишине, работать не суетливо. Ну, это мое такое ощущение. Но понимаю сейчас, что без, так сказать, того, чтобы рассказывать о своем театре, говорить о нем, и, так сказать, может быть, не нужно никаких скандалов, потому что у нас нет предмета для скандалов. Но, тем не менее, есть какие-то вопросы, которые, они соответствуют сегодняшнему времени. То есть и спектакли, и, так сказать, наша жизнь. Здравствуйте. В эфире программа «Разговор». Меня зовут Александр Мягченков. А героиня нашей сегодняшней программы – основатель и художественный руководитель театра Московского драматического театра «Бенефис», заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России Анна Неровная. Судьба Анны Неровной, на первый взгляд, достаточно ровная. Но это только на первый взгляд. Родилась в Запорожье, поступила во все театральные вузы, выбрала школу-студию «МХАТ» как актриса, играла в спектакле Анатолия Эфроса «Что тот солдат, что этот». И под влиянием мастера решила тоже стать режиссером. Закончила ГИТИС и в середине 80-х годов основала собственную студию, которая сегодня носит имя «Театр Бенефис». Живет и работает в новых черемушках, любит приглашать к себе домой друзей и варить для них фирменный украинский борщ. Вот такая вот лаконичная, короткая информационная справка. Вся ваша судьба уместилась в эту справку. Я понимаю, что здесь какие-то есть неточности, есть не... Здесь фантазии такие хорошие, хорошие. Мы сейчас попробуем все это расшифровать, и вы поправите в чем же... Нет, поправлять нечем, но каких-то еще можно добавить что-то. Вот скажите, есть ли у вас какой-то спектакль, который был бы визитной карточкой вашего театра? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, во-первых, визитная карточка, если говорить о художественном уровне, то это неожиданный другой Тургенев актриса. Это повесть, написанная Тургеневым в конце жизни. Это последняя его повесть. Она мистическая. Меня она как-то забрала. И вот так вот как-то, в общем, я интерпретировала эту любопытную историю, связанную и с его жизнью, в какое-то такое актерско-пластическое такое действие. И мне кажется, что этот спектакль и как, и по, так сказать, глубине, и по форме он любопытен. А если говорить о том, что, так сказать, как бы является такой визитной именно, это я сказал о своем предпочтении, да, а если говорить о такой визитной карточке, то это сватовство по-московски, это сюжеты Островского, Гладков и Ким. Мы с Кимом встретились, мое предложение он принял, написать такой водевиль, пригласили, Гладков был приглашен, и мы написали такой, как бы, русский водевиль, но ближе к мюзиклу. Сватовство по-московски. Это два сватовства Бальзаминова. И этот живет очень долго. И востребован необыкновенно. Он красив. Он сегодня, сейчас, он просто необходим. Как его назвали в Костроме, это спектакль-праздник. Потому что он на самом деле, так сказать, ну, какие-то чувства рождает. Неожиданные, потому что Островский нам понятен, и как бы мы его знаем как. А это вдруг взрыв и прорыв в какое-то другое качество Островского. Все, уже все зрители, кто нас сейчас смотрят, побежали в театр «Бенефис». Вы их заинтриговали. Значит, посмотрев этот спектакль, можно сказать, вот это и есть стилистика, это вот в этом направлении, что в театре «Бенефис». Нет, 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 нет. Вот это как раз не стилистика. Это не стилистика. Это как бы, я как режиссер понимала, что я должна, так сказать, я хочу Островского поставить. Но как-то по-другому. Я хочу Островского, так сказать, прочитать вот его такого легкого, ироничного, и, так сказать, и в то же время, тем не менее, мы с Юлией Черсановичем тоже у нас какие-то секреты есть. Мы проговорили их, что нам интересно в этом персонаже сегодня, сейчас, и это на самом деле работает. А так, ну, я разносторонний режиссер. То есть, когда у человека несколько визитных карточек, мы поймем, что эта личность действительно разносторонняя. Также это касается, наверное, вашего театра. А есть ли у вас в трупе актеры, ну, знаете, вот как-то иногда зрители, сейчас пойдем там на Джигарханяна, или на Меньшикова, или еще это. Вот такие артисты, как-то сегодня говорят, звезды. Мы не очень любим это слово. Вы знаете, что у нас начинали, сейчас, сию минуту, сию минуту, я назову вам тех уже артистов, которые имеют какой-то небольшой, но имеют... Ну, у нас начинали и, так сказать, и Аня Каменкова, когда она ушла из Буронной, и Евгений Князев, Евгений Владимирович теперь, извините, Князев, который мы начинали Нину Садур, то есть я продолжала ее. Это Нина Садур, Улеченая ласточка, это была какая-то новая для нас драматургия, с новым взглядом. А вот это все-таки сегодня, это все-таки история. Да, я говорю, и поэтому у нас все время, мы же «Бенефис» название. Значит, я пыталась следовать этому названию, потом я... То есть вы из всего пытались пользу, доходы, доходы, прибыль, 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 прибыль. «Бенефис» – это спектакль, который строил в честь одного там какого-то артиста. Прибыль, прибыль, это в переводе «прибыль». И на этом зарабатывают. Да, да, так сказать, какая-то такая, так сказать, на имени делается касса. Да. Сегодня так же вы делаете? Если я имя приглашаю, имя приглашаю, да, я, конечно, ориентируюсь на это имя. И, в общем, ну, тогда только Каменкова привлекала, когда жене Евгений Владимирович Князев, он был уже популярный актер, но он еще, так сказать, как бы в начале пути был. Поэтому, потом, так сказать, вот Колесникова мы приглашали на, вот «Двое на качелях» долго. он играл, так сказать, и даже в «Доме музыки» мы играли этот спектакль. То есть были какие-то вот такие имена, соответствующие нашему названию. То есть у меня... Но потом я поняла, что это в общем принципе уже идешь ты как бы на поводу, и твои какие-то мысли, планы какие-то твои, так сказать, они немножко расходятся, потому что... Вот сами виноваты, придумали ведь это название, которое сегодня, в общем-то, говорят, ну, не актуально, ну, что, старое такое название. Ну, вы знаете, что... Ну, вы знаете, что... Ну, были, были такие минуты у меня. Тогда это был какой-то полет, это какой-то аромат был, бенефис, такой аромат, как бы, театром. Так как мы были студией, всего-навсего студией, мы не были театром сразу. Мы были в студии, собрались бездомные артисты со всех училищ, институтов, и мы как бы при Цедри, при Доме актера там чего-то репетировали. Но дело в том, что это было, так сказать, мне просто спросили, а как вы хотите назвать? У вас же группа товарищей. Я говорю, ну да, группа, а как? Я говорю, ну, я не знаю, ну, ближе всего к театру бенефис, вот какой-то он все это... И это так выскочило, и они так, бенефис, в СТД записали. А сегодня это уже бренд. А сегодня это бренд? Бенефис. Ну да, ну, есть какие-то моменты, которые, конечно, не всегда, так сказать, попадают. Но сейчас у меня много молодежи, и много актеров, которые и снимаются очень много. То есть вы выращиваете своих звезд, они как бы появляются изнутри театра. Да, и они растут, и они вырастают. Но когда они вырастают, то уходят совершенно другие театры. Нет, у нас как-то так получается, но есть, конечно, но это нормально, я считаю, что это... То есть вот такой миграционный процесс, Это нормальное движение по житейским каким-то ситуациям. Но они не бросают театр, они остаются играть работой. Они идут, потому что у них тогда получается, здесь зарабатывают, там зарабатывает, и дома семья, ребенок, и об этом надо думать. Я имею в виду мальчиков. Ну, девочки, если в кино кто-то там, так сказать, вырываются. Но они не менее возвращают. Да, театр, да, театр, это школа, театр, это... Нет, театр, это как бы для них какой-то рост такой, они это понимают. Сегодня уже вашему театру, если почитать, от какого года вы ведете отсчет? Вот с того момента, когда появился... Вы знаете, у меня два, два возрастных таких. Мы были созданы на Лефортовских играх, то есть это были тогда фестивали, Лефортовские игры. Это был довольно популярный для нас, для молодежи, где можно было как-то себя проявить. Это и человек там себя показывал, там и Мерзоев был. Это 86-й год? 86-й, 87-й. Мы в 87-м году. Завоевала я приз, значит, за лучшую режиссуру. После этого сразу дали мне помещение, сразу позвонила какая-то организация вот этого округа, тогда это не округ был, тогда это был район. Чемерумский район. Да, Чемерумский район. И сказали, молодежь, сказали, Аня, мы хотим, чтобы ваша группа вся пришла к нам. Я говорю, как, куда? Приезжайте. Я приехала на стене весь район, и говорят, вот это освобождается, вот это освобождается, вот это освобождается. Я говорю, нет, это теплый стан далеко. О, это что? Это я еще дальше. Нет. А вот черемушки. Вот, говорю, черемушки. Далеко театр. От метро. Рядом с метро. Метро профсоюзное. Метро Новые Черемушки. Новые Черемушки. Да, ну между где-то. Да, но ближе к Новые Черемушки. В каком году вы получили здание? Здание мы получили прям сразу. В 88-м году. В 88-м год. Значит, в вашем театре. Мы прямо с тут же въехали. 30-30. Нет, но я отсчет веду. Вот у меня сейчас все 25-26 лет, Анна Михайловна. Но мы были театр-студия. Значит, 30 лет. Вот, посмотрите. И будем здесь торговаться. Нет, 30 лет. 30 лет будет в этом году театр. Не, 26 только. 26. Дело в том, что и даже не 26, потому что мы по-настоящему государственным театром стали. Мы были просто при управлении культурой. На нас никто не обращал внимания. Нас просто как бы сделали как эксперимент. Собрали всех наших Никитских ворот. Там тогда Кургениан был. Там все эти студии были. И мы были, ничего не получали. Мы просто считались вроде как экспериментами. Знаете, сегодня мы их уж нет и те далеки. А в 91-м году мы получили. Нет, а в 91-м году, когда начался вот этот весь страшный, да, так сказать, обвал. Да, обвал. И мы получили статус. Нам дали деньги. Нам дали деньги. Мы стали бюджетным театром. Настоящим бюджетным. Вот я считаю, что это с 91-го года. А тогда мы просто существовали. Как бы при этом помещении вроде нам дали. А содержать мы его не можем. Ремонт делать не можем. Вот опытные люди говорят, что надо делать так, чтобы театр ежегодно какой-то юбилей отмечал. Поэтому надо сделать так, чтобы в этом году вам было, я не знаю, там 25 лет, в следующем 30 лет. Так денег не дают на юбилеи. Ну, а зритель придет, зритель, по-моему, спонсорная улица. Ну, да, ну, можно. У нас постоянно. У нас ночь театра, ночь, так сказать, мы все время эти проводим, как бы, такие праздники, которые, в общем, вошли уже сейчас. И театр готовится к этому. Ну, а потом к юбилею ведь могут и что-то дать, новые здания или какой-то ремонт в старом здании осуществить. Вот я прочитал, что в 2005 году должны были начать строительство нового здания для театра «Бенефис». Да, нет, это было не так, как бы, в 2005 году было решение, это заседания были, это уже было на уровне правительства, все решение о том, что сносится этот квартал, а куда театр, который внутри квартала. И было принято решение на совещаниях, которых меня вызывали, присутствовало, что будем строить, вот это все снесем, и вот здесь, прямо на профсоюзной улице, мы же чуть-чуть в глубине, будем строить театр. И уже планы, мы уже приносили нам планы, мы смотрели, где мы будем находить, у меня они есть. Чем это за кое? Что сегодня? Строить или не строить? Рухнул, рухнул рубль. То есть вы по-прежнему в 2008 году должны были сносить этот квартал, 2008 год, и все рухнуло. Ну, вас устраивает то, что вы находитесь вот в этом здании, где и начинался в основном? Ну, как устраивает? Мы живем то, что, так сказать, имеем и обживаем это, как в своем доме родном, потому что ты в любом случае, может, ты целый дворец хотел жить, а у тебя его нет. Значит, ты обживаешь. А сколько месяц в зрительном зале вашего? Сто. Сто. Это не так много. Хотя я считаю, что драматический театр должен быть камерным пространством. Обязательно. Чтобы артиста было видно, слышно, чтобы можно видеть глаза артиста. Ну, это очень важно, что это, как бы, пространство, оно всегда разное. Оно всегда, как бы, нами с художником, мы как-то его решаем, все время зритель приходит и опять видит какое-то новое пространство. И не такое, как раньше они сидели. Они теперь сидят в другом месте, теперь они вообще вокруг, как бы, артисты, и сзади артисты ходят. То есть вот я все время создаю такую провокацию. Казалось бы, парадоксальную ситуацию в большом пространстве сложнее сделать. Нет, а вот попробуй в маленьком зале, на маленькой сцене сделать так, чтобы все менялось. Очень трудно. Ну, у нас самое еще, что у нас высоты нет. У нас нет высоты. Вот это, это самое. У вас есть внутреннее. Нет, да, спасибо большое. Внутреннее. Но у нас, как бы, вот так, 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 наверное, выше. Скажите, сколько сотрудников в штате вашего театра? 101 человек. 101. Вот в таком маленьком, такое маленькое пространство обслуживает 101 человек. Сколько из них актеров? Актеров у нас сейчас 33, как возраст Христа. Такого количества хватает вам, вот, для вашего репертуара? Нет, ну, маленький театр, но мы, как бы, сейчас, я думаю, что, наверное, мы на этом остановимся, потому что сейчас проблема другая, не такая, как раньше. Раньше никто не хотел второй состав иметь, а сейчас все приходят и просят второй состав. Знаете, сниматься надо еще немножко подрабатывать. Да, людям надо быть, надо зарабатывать, это же театр и гибель. И мне, и вот только это, так сказать, такие потребности времени. И мне приходится добирать для того, чтобы иметь второй состав. Ну, у вас есть еще, так называемые, приглашенные артисты. Вы приглашаетесь со стороны или отходитесь своими? Вы знаете, что, если в этом есть необходимость, я приглашаю. И приглашала. Сейчас я поняла, что такая зависимость тяжелая очень для маленького театра, когда мы строим, сейчас ужесточилось все очень, количество зрителей должно быть, количество спектаклей, 220 спектаклей в год маленькому театру. Это много, вы считаете? Это очень много. Если мы имели 130-140, понимаете, 150, это было последнее. Я посмотрел вашу репертуарную сетку, вы играете в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Потому что два дня мы репетируем. Но сейчас у нас еще один день забрали. Потому что мы один день репетируем всего нас. Но в репертуарном театре как-то принято? Утром репетиции, вечером спектаклей. А у нас сложности в другом, сложности в перестановке. У нас с улицы вносятся декорыцы. И если они уносятся, вносятся очень по труду обычным лесенкам. И поэтому монтаж и демонтаж очень сложно. Это целый день идет. Видите, у каждого театра своя специфика. А скажите, сколько сегодня спектаклей в репертуаре вашего театра? Какое количество? Вы знаете, я какие-то спектакли закрываю. В начале сезона я пришла, закрыла два спектакля. Они отыграны уже. Я закрыла его. И уровень, может быть, мне хотелось бы лучше. Но дело в том, что это от 12 до 14, которые... Потому что мы два спектакля в год должны выпускать. То есть 14 спектаклей в репертуаре? Да, да, да. Видите, вы хороший художник-реководитель. Потому что многие люди, которые руководят театром, приходят сюда. Они даже не помнят, какое количество в их репертуаре, какое количество артистов. Ну, у нас три детских спектакля обязательные. И я поставила все-таки о школе. Это для 16-ти лет, 17-ти лет. То есть как бы мы возрастно тоже думаем, какой зритель должен прийти. Вы активно пользуетесь интернетом? Потому что, я посмотрю, у вас есть сайт вашего театра. Ну, живу в ногу со временем. Вот это очень важно. Нет, ну сайт-то можно сделать, но бывает так, что руководители театра не пользуются сайтами. Нет, нет, нет. Мы следим за сайтом. Мы пользуемся. Да, 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 да. Вот смотрите, на сайте инфораторг, такой есть ком, вот что пишет о вас. Руководитель театра «Бенефис» ведет активную страницу в соцсетях. То есть в соцсетях вы присутствуете. Очень современный, продвинутый человек. Видите, вам делают комплименты. Спасибо. А театр словно осел в прошлом. И на страницу театра в Фейсбуке подписано всего 345 человек. Для сравнения, на страницу Вовлет-центра подписано в той же сети около 19245 человек. Видите, какая разница? Почти на 19 тысяч. Сегодня «Бенефис» не звенит в культурной жизни Москвы. Нет громких событий. Почему? Вот я вам задаю вопрос вот этого человека из интернета. Почему вы не гремите? Почему нет громких событий? Я хочу сказать по сайту. Сайт не такой же он прямо, но может быть, да, его надо осовременить, но нет денег. Нужны для этого большие деньги. Я как бы интересовалась, я приглашала, я хотела обновить сайт более современный какой-то. Я люблю графику, я люблю какие-то вещи такие, так сказать, более современные, но запрашивать такие деньги, что нам приходится вот так вот как бы оставаться с этим пока сайтом. Пока не заработаем. Анна Михайловна, контент включает не только оформление там сайта, но и содержание. Вот опять-таки этот человек пишет, что написано на вашем сайте? Свою миссию театр видит в активном вовлечении аудитории в жизнь театра. Скучно, пишет он. А нельзя ли чего-то такое, чтобы нас зрителю увлекло, чтобы стало интересно? Может быть, да, да, да. Но это надо подумать. Согласны. Александр Михайлович, согласны. Да, согласны. Будем работать над содержанием, над контентом сайта. Я об этом все время думаю и думаю, что нам надо, безусловно, в ногу со временем шагать. Вот сегодня говорят, что художественное вот такое явление, как театр, невозможно без менеджмента. То есть, вот вы занимаетесь творчеством, вы подбираете репертуар, вы работаете с артистом, ставите спектакли, играете в этих спектаклях, хотя очень редко, но играете. А вот менеджментом кто занимается? У вас есть директор или же директор тоже в вашем лице? Директор я, единоначальник, директор я, но у меня есть специальная менеджерская группа, которая занимается менеджментом. Но я вам скажу, те ставки, которые, ну я не буду жаловаться, это просто повсеместно по всей России, так оно и есть. Те ставки, которые имеет менеджерская группа, это, конечно, скудные ставки. И те, кто просто любит театр, и они, так сказать, я думаю, что надо, это я давно уже и как бы говорю, что новыми методами надо работать, и что нужно. Я их посылаю на всякие вот эти конференции, на всякие, идите, слушайте, учитесь. Но дело в том, что это привычка, и то, как бы человек делает то, что он знает, и то, что он умеет. А куда-то в другой пространстве он боится, как бы вдруг у него не получится. Ну, а потом это подвижничество такого рода, а не профессиональное. Да. Это, чтобы сказать, профессиональное. Нет, почему профессиональное? У меня зав по прокату, она театроведческий закончила, именно, ну, такой, как лгитмик. Лгитмик, там, направление-то ведь не только чистого театроведения, но и, так сказать, бизнес. То есть есть люди, которые занимаются и менеджером. Есть и занимаются, но, да, но немного хотелось бы получше. Ну, понятно, что все упирается в деньги, вот вы сказали. Деньги, 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 но вы подчиняетесь Департаменту культуры, да, вот сейчас новый руководитель Александр Кибовский. У вас уже была с ним встреча? Нет, 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 пока нет. А вопросы есть Кибовский? Ну, я хочу сказать, что вопросы на этот год, ну, как бы мы получили финансирование, правда, не то, что мы думали, потому что все урезалось, не то, что мы думали. Вот об этом хотелось бы поговорить. Как у нас дальше будет строиться наша... От чего, вот скажите мне, раскроете, вы, наверное, знаете, это, думаю, зрителям тоже интересно, от чего зависит финансирование? Потому что вот сейчас уже даже в интернете можно, это все обнародовано. Вот смотрите, театр Пушкина получил, вот, наверное, я так понимаю, в этом сезоне 112 миллионов рублей. Театр Ермоловы 294 миллиона рублей. Театр Моссовета, академический театр, 137 миллионов, меньше, чем театр Ермолов. Театр Луны, небольшой театр, 158 миллионов. У вас совершенно другой бюджет, я так понимаю. У меня у нас вообще очень маленький бюджет. А почему так вот им дают такие деньги, а другим меньше? Ну, вот то, что вы сказали, Александр Васильевич, что вы сказали, что нет раскрутки, нет какого-то звона такого, хотя ни один не приходил и не видел спектакля. Чтобы дать характеристику театру, нужен ли такой театр в Москве, понимаете, ни один. До этого приходили, были все, так сказать, наши руководители департамента, видели спектакли, его экзамы, приходили, как бы смотрели, как развивается театр. Сейчас это никому не интересно. Есть какие-то свои, так сказать, приоритеты, и это нормально, но есть приоритеты. Есть гугл-центр, у которого был приоритет, и есть приоритет, наверное, я так думаю. Они отдадут долги и будут такой же иметь приоритет. Есть меньшиков, которые имеют, да, так сказать, какие-то, Пушкинский театр. У них, они находятся на каком-то особом положении. Понимаете, особое положение, камерный театр, ну, очень трудно в черемушках завоевать какое-то особое положение. Но надо завоевывать, понимаете? Надо, безусловно надо. Я понимаю, что если они сами придут, сами дадут, но я думаю, что в такой ситуации, в общем-то, в нынешней жизни существовать сложно. Да, нет, сейчас нет. Поэтому, может, будете использовать, ну, вот этот момент, нас смотрит наверняка Александр Кибовский, вот обратитесь к нему и пригласите. Александр Кибовский, кстати, преподавал в школе-студии МХАТ, в которой я училась, и он преподавал там костюм, исторический костюм. Департамент культуры, человек, которому подчиняются все московские театры. Ну, сейчас да, сейчас да. Да, он должен побывать в вашем театре. Вот на какой спектакль бы его пригласить? Хотелось бы его. Чтобы ему понравилось. Ну, я думаю, что это могут быть две последние премьеры, это может быть тот же Тургенев, последний премьер, это «Полюби меня, крепче жизни», это такой типа вампиловско-шукшинской, такая какая-то история, русская притча. Написана Ерпылева Елена, такая Ерпылева есть, драматург, и из таких современных, и прикосновения, посвященные 70-летиям. Насколько интересные, но вот меня вы не заинтересовали лично. Вот сейчас Кибовский смотрит, и что я должен туда? У меня 300 театров в Москве, и почему я должен к неровной идти? Ну, я, так сказать, считаю, что это особый взгляд сегодня на вообще историю российского, то, что касается «Полюби меня, крепче жизни», российской глубинки в ее жизни, ее, так сказать, какие-то те вопросы, которые все время задаются. Это интересно очень, и это в то же время о любви. Надо, чтобы руководитель департамента обязательно посетил ваш театр. А прикосновение – это 70-летие у этой Брагимбекова. Удивительная история, которая попадает просто сегодня и сейчас. Взаимоотношения национальности, тогда еще войне, когда все мы были. Не нахваливайте, придем, посмотрим прикосновения пьесы Брагимбекова, постановка Анны Неровной. Брагимбеков был, да, на примере. Хорошо, вот сейчас я хотел бы немножко перескочить к вашей судьбе, к вашей истории. Значит, вы учились в школе студии МХАП. Поступали во все театральные вузы, молодая, красавица, на расхват были. Что же случилось, что вы поменяли судьбу и стали артисткой? Ну, вот я там сказал, я прочитал, что вы репетировали сервисы. Да, да, вы знаете, дело в том, что, ну, была такая, как бы, история очень простая. У меня не было прописки, я с Украины. Так. И поэтому я понимала, что в Москве мне ничего, как бы, не светит, в том смысле, что меня никуда не возьмут. Это так и было. А тогда это не важно, с Украины вы или с Казахстана был Советский Союз. Нет, 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 нет. Просто в Москве нельзя было делать прописку. Нельзя было, да, 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 да. И это все не знают, но с этим я столкнулась и очень... Какая связь с профессией? Из актрисы уходите в режиссер. Да, я поняла, что я не хочу ехать на периферию для того, чтобы там стать актрисой. Я увлеклась была, на репетиция показывалась к Анатолию Васильевичу Эфросу. Он заинтересовался и, так сказать, вот предложил порепетировать, показать, что тот солдат, что этот бэкбек. Вот. Но я училась в этот момент, и была в начале. И в этот момент у него там произошла перестановка, да, вы знаете, да. И моя история зависла, я закончила и поняла, что я должна идти в режиссу. И все. Вот как это? Это что-то, какой-то там звоночек прозвенел. То есть это не было так, как пишут в романах, и вот в вашей биографии вдруг Анна Неровная на репетициях Эфроса почувствовала, что да, актриса, она хорошая, но режиссура, это интереснее, больше возможностей. И сколько она может в режиссуре учиниться? Да нет, это нет, у меня не было никаких таких этих самых. То есть была прописка? Не было, не было, нет, не было просто любопытно, интересно. И нужно было остаться в Москве. И я понимала, что я сейчас буду заниматься режиссурой, мне это интересно, мне это хочется этим заниматься. А жизнь уже как распорядится, так распорядится. Вот казалось бы, простые. А я вышла замуж. Вот, простые жизненные ситуации, нужна была прописка, вышла замуж, и все, глядишь, сложилось. И выросла, появился режиссер Анна Неровная, появился коллектив, который потом вырос в замечательный драматический московский театр «Бенефис». Вот на сайте известные люди еще прочитают, потому что очень важно, ведь мы с вами разговариваем, это одна история. А то, что говорят люди о вашем театре, это очень важно. Я вот всегда, когда иду на какой-то спектакль, пораньше прихожу, потому что мне интересно послушать до спектакля, что люди на улице у театра, и после спектакля, сравнить какие-то вещи. Глаз народа, это очень важно. Вам важно то, что зрители думают о ваших спектаклях, о жизни вашей части? Да, конечно, конечно, важно. У нас есть книжки, везде просто люди выходят и тут же пишут. Ну, книжки-то, знаете, там в основном хорошие пишут. Нет, без... Там лукавство некоторое. Нет, нет, есть, есть. Всякое, да, да, да. Не понравилось, разные. Один в восторге, а другой рядом пишет, что мне не понравилось, и все. Конструктивно, знаете, как две подруги идут вот по Арбату, вышли из театра «Бахта» и обсуждают спектакль. И вот так прислушиваясь, думая, как интересно люди разбирают, как они чувствуют все это необычно, интересно по-своему. Так вот, на сайте известные люди пишут, в спектакле «Инопланетяне», который идет на сцене Московского театра «Бенефис», одной из ролей играет художественный руководитель этого театра Анна Михайловна Неровная. Глядя на ее заразительную игру, испытываешь досаду от того, что эта прекрасная, я бы даже сказал, гениальная актриса так редко выходит на сцену. Зачем она себя тратит на режиссуру, какое-то руководство, тянет на своих плечах этот театр, Голгофу? Погибла великая трагическая артистка. Я говорю, а почему погибла? Вы же играете, вы не погибли. Но вот видите, какой крик души. Человек увидел вас в великую трагическую актрису. И наверняка он не один. Ну, дело в том, что судьба как сложилась, так сложилась. Тут уже не будем, так сказать, вспоминать, будем реалистами. А если бы, а если бы, да кабы, да, если бы, да, я подавала на курсе очень большие. И все прочили, что хатовская героиня. Можно это все поменять? Вы же руководите театр. Нет, нет, нет. Я не Ефремов Олег Николаевич. Понимаете, Олег Николаевич это мог соединять, и это гениально. Вот он мог только что репетировать. По-разному, скажем так. Это было по-разному. Ну, это я все же спектакли не видела, поэтому мне трудно судить. Иногда было великолепно, потрясающе. Ну, вообще, природа, вообще, так сказать, актерская, она не всегда же, понимаете, может выдать так то, что хочется. Это редко, это такой дар, вот видеть себя со стороны, да, играть на сцене, видеть, не всем это дано. То есть вы хотите сказать, вам это не очень дано, когда вот вы играете как актрису, существуете на сцене. А вам рассказать всю правду? Расскажите, расскажите. Я вам расскажу. И это грустно. Грустная правда. После того, как я занялась режиссурой, мне стала неинтересна актерская работа. Как это? Как это? Мне стало неинтересно выходить на сцену. Говорят, что режиссер, он умирает своих артистов. Нет. Как режиссер, я все буквально, я все даю артисту, потому что мне понятно изнутри, как это выстроить актеру. А сама, сама, я, я, я лично, настолько режиссура. То есть играть не хочется? Вообще, она настолько. То есть вот сейчас бы бросить, я сама лучше. Да я же назначила это Леночку Ивочкину, мою подругу из Вахтанковского. Она же моя подруга, она играла у меня «Уличенные ласточки». Я ей позвонила, говорю, есть роль, давай, я начинаю. Она говорит, хорошо. Потом они на гастроли как уехали с мужем. Так мне пришлось идти репетировать. И я играла-то, и на фестивале она мне сказала, я там с артисткой какой-то не буду играть. Я ничего не вижу в ее голове. Она пустота. И я только с тобой. И мне пришлось выйти, и я на фестивале играла вместо другой актрисы. Понимаете, то есть, но вот этого желания, горения, вот этой фантазии, вот этого всего увлеченности внутренней распознать, найти ключ, найти это. У меня в актерской профессии, я не знаю почему-то. Значит, все-таки режиссер вас победил. Да, я все-таки думаю, что я не зря пошла в режиссуру. Хотя могла, да, актриса. Но тем не менее. Есть данные, которые все определяли. Если приоритет отдается режиссуре, режиссерской профессии. Я не знаю, так ли у всех. Я не знаю, может быть. Вы еще и художественный руководитель театра, или как главный режиссер какой-то? Нет, художественный руководитель. Художественный руководитель, потому что он подразумевает и за все отвечаешь. Ты и директорскую ты ведешь, хотя у тебя везде и финансовый директор есть, и все, но ты все контролируешь. Вы руководитель театра. Да. Вы ведь, как и все, на договоре с департаментом. Да, конечно, конечно. Ну, тут тоже странная вещь. Вот у одних, как вот Курочкин в Зеленоградском, у него бессрочный контракт. Ну, у меня бессрочный. У кого-то на год, у кого-то... Нет, нет, у меня бессрочный контракт. Вы счастливый человек. То, что вот у кого-то контракт закачивается. Вот с Беликовича пригласили в театр Станиславского, до электротеатра. На год с ним подписали, а потом не пробили. Нет, это сейчас. Вот когда Капков пришел, вот эти пошли как бы... И те, кто кого приглашают, уже не делают... Это при той, так сказать, как бы истории, той ситуации, когда был Бугаев, мы были при нем созданы. Это детище было тогда той, того, так сказать, департамента. И на нас молились. Пришла молодежь, группа целая. То есть, видите, получилось, что сегодня вам это сыграло положительные стороны. Да. Вы ни за что не беспокоились. И тогда не было, нет, со мной на какое-то время. А потом пять лет проходит, вы же это должны знать. Пять лет по трудовому, так сказать, кодексу. Ты пять лет отслужил, переходишь автоматом. Разве? Да. А почему же такая история случилась с Театром Гоголя? Яшин, народный артист России. Это нарушение, это нарушение было. Это было безобразное нарушение трудового кодекса. То есть, с вами это не может произойти? Может. Все законы. Почему? А почему не может? То есть, могут вызвать неровную... Сказать, мы с вами прерываем. Они же учредители. Но дело в том, что они не могут сейчас, пока у них нет рычагов по трудовому законодательству. У них нет рычагов. Я даже не могу актера, который у меня на постоянной основе пять лет, а он у меня ничего не делает в трупе, я его не могу уволить. Он у меня на постоянной основе. Но, тем не менее, если даже предполагать, что всякое может в жизни случиться, каждый мудрый человек, а вы мудрый человек, вы все-таки руководитель театра, должен иметь какие-то тылы, должен думать об этих. Какие тылы? Вот не дай бог, если что-то случится, чем вы будете заниматься? Режиссурой. Режиссурой. Буду ездить по России. Ставить спектакль. То есть, в этом смысле вы не беспокоились? Совершенно. Вы человек востребованный. Да, да, я не знаю, востребованный я человек, я не проверял, потому что я все время занимаюсь своим театром, но я думаю, что если я предлагать буду свою идею постановочную или какую-то, и это будет интересно, то... Мы же вот театр начинали с Бойером, с Володей, художником Виктюка. А Виктюк был тогда еще не при государстве, он был свободным художником. И у него ни трудовой книжки, нигде у Володи Бойера не лежал. Это прекрасный, потрясающий художник. И мы с ним очень много спектаклей сделали вначале, а потом дали вот этот театр Виктюку, и он забрал трудовую книжку и ушел туда. Но работал в основном у Виктюка и у меня, и у нас в театре. И все-таки, тем не менее, я не знаю, сколько лет вашему театру сегодня, по вашему отчету, 26... 26, да. 26, через 4 года, значит, вы будете... 30 лет. Это все-таки срок. Потому что кто-то из великих сказал, что вообще настоящий театр существует где-то порядка 10 лет, потом все начинает ломаться, трансформироваться, умирать, и театр... 30 лет – это срок для тебя. Ну, вы знаете, что так оно и есть, если проследить по нашему театру. Вот 10, 5, 10 лет, и я вам хочу сказать, что меняется, и актерская структура меняется, то есть происходит. И время диктует уже, я же слежу за временем, я же все-таки человек, как бы, как режиссер, должна чувствовать кожей, что вокруг происходит. Вам комфортно в сегодняшнем времени, вот в том, что происходит? Потому что люди с возрастом начинают, что все не так, почему мы брызжать начинаем? Вы знаете, я хочу сказать, что вы помните и то время, и я помню то время, и живем мы все равно в это время, да? Дело в том, что я с чем-то согласна, с чем-то не согласна. Ну, комфортно вам тогда? Вот сегодня комфортно вам? Или это и есть тот раздражитель, который вас подвигает на какие-то... Вы знаете, что, ну, есть какой-то дискомфорт. Вот дискомфорт в том, что, я вам сказала уже, что 220 спектаклей заставили, пото-такое отделение такое, потому что маленький театр, нет площадей для того, чтобы нам два зала, чтобы мы могли... Гастроли сейчас очень трудно организовать, потому что денег тоже нет. Вот поэтому, как бы, есть какие-то... А вот то, что время требует видеть, то, что вокруг происходит, совершенно другая молодежь растет, вот у меня молодежь тоже дома, совершенно по-другому, и к всем ситуациям, которые происходят, там, с Украиной или, там, с театрами, да? Они как-то совсем по-другому все воспринимают. И ты начинаешь понимать, а кто ходит в театр? Они ходят в театр. Значит, ты должен понимать, что время как бы и меняется, и время уже меняет театр. И говорить на их языке? Нет, не обязательно говорить на их языке. Я сейчас Пушкина делаю, и я не собираюсь говорить на их языке. Но я понимаю, что я должна так рассказать о Пушкине, чтобы они побежали и начали читать Пушкина, и, так сказать, интересоваться Пушкина. Интересно. Что касается вот новомодной режиссуры, сегодня это очень важно, потому что и очень многие театроведы, и исследователи театра пишут, что сегодня все-таки вот необходимы новые формы. И мне кажется, такой объем сегодня, такое количество этих самых новых форм, что иногда просто хочется какого-то вот нормального, простого, живого, глубокого человеческого театра. Потому что надоели все эти режиссерские изыски. Вы со мной не согласны? Ну, я согласна, но у меня какое-то к этому отношение анализ такой. Я сделала такой анализ, потому что я внутри театра. Вы как бы со стороны все-таки, как критики, как театроведы, вы смотрите со стороны немножечко на всю эту ситуацию. А я внутри этого всего. Я думаю, что театр должен экспериментировать обязательно. У нас, например, лаборатория. Если я открыла лабораторию, новое арт-пространство, у нас актер может каждый прийти и попроситься, можно мне в лаборатории попробовать вот такую-то работу? Пожалуйста. Пожалуйста, работайте. Нет мест, но у нас есть реп-зал такой, чуть-чуть большой. И там вы, говорю, можете репетировать, когда он свободен. Но дело в том, что я считаю, что эксперименты очень нужны, эксперименты всегда могут быть интересными. Но я в свое время очень много Васильева посещала. У меня там много друзей учились. И я как раз была, буквально сидела на каждых уроках его и видела все работы. И мне было интересно его подход какой-то. И он менялся. Он постоянно переходил из одного, так сказать, как бы его уже, так сказать, понимание, да, к другому. И как это, так сказать, он проходил этот путь. Было интересно. Какие-то выводы я тоже для себя сделала. Ну, я все-таки такой мхатовец, понимаете. Я такой, как бы, с той школы, которая, в общем, дает... С той сильной школы. Да, с той сильной школы, которая дает хорошую такую, понимаете, фундамент. И на этом фундаменте ты можешь уже все что угодно. И в эту сторону поэкспериментировать, и в эту сторону. Поэтому я не против. Но не доводить это до каких-то, ну, совершенно неожиданных ситуаций, которые взрывает, понимаете, наш, так сказать, общество наше. Ну, вот я так считаю, что мы не должны быть спокойны. Нет, мы должны говорить и остро говорить. Но не провоцировать, не делать грубых провокаций. Вот это. Потому что искусство – это провокация есть. Сто мест в зрительном зале – это не так много. Я понимаю, что в ваш театр попасть сложно. Но, тем не менее, я думаю, после нашего разговора с вами люди заинтересуются, и даже кто ни разу не был в театре «Бенефис», обязательно поедут и позволят хотя бы, чтобы иметь представление, что это такое. Не просто ли это слова от руководителя Анны Неровной. Я думаю, что ваш театр действительно отличается тем, а может быть, и не обязательно отличается, а в этом его и смысл, в том, что это живой, именно живой человеческий театр, где можно наблюдать какие-то человеческие истории, казалось бы, типичные, но очень индивидуальные, и именно для каждого человека. То есть вот я как зритель прихожу и говорю, «Господи, да это, по-моему, про меня. У меня было такое. Как это интересно?» И даже иногда какой-то выход из какой-то ситуации бы получить, тогда театр становится полезным, что очень важно. Насколько я понимаю, вы все-таки больше живете с сегодняшним днем. Понятно, что прошлое, у вас богатое прошлое, но сегодня, здесь, сейчас, как в первый и последний раз, как говорят на театре, поэтому сегодняшний день очень важен. Но тем не менее, как-то вот вы представляете, каким будет образ театра, бенефис московского драматического дела через, я не знаю, лет пять, десять? Или вы не задумаетесь над этим? Вы знаете что? Во-первых, я как бы не веду консервативную политику именно в том, что я по любви, совершенно по любви работаю. Вот у меня, так сказать, лежит душа, у меня есть, так сказать, какие-то мои предпочтения, безусловно. Ну, еще и взять то, что я все-таки женщина-режиссер, не мужчина. Режиссер-женщина, тоже, так сказать, какие-то более тонкие такие вещи, которые меня волнуют. Но я хочу и сказать, что я не отказалась от современной драматургии. Я поставила два современных спектакля Сигарева и Полинович. И эти два спектакля было просто откровением и для наших актеров, и для зрителя, потому что это очень острые и очень такие, так сказать, как бы неожиданные для театра, понимаете, вдруг шаги неровные. И поэтому воспринимается это неоднозначно, но это очень сегодняшнее, это очень актуальное. Вот сейчас нас смотрят какие-то люди, а я думаю, ну что вы слушаете, о чем мы тут говорим? Конечно, мы говорим, и нам это интересно с Анной Неровной, интересно тем людям, которые имеют представление о театре «Бенефис», бывают в нем. А вам лучше пойти и посмотреть спектакли. Я думаю, что вы не пожалеете, потому что спектакли там действительно разные. И когда я в начале передачи задал вам вопрос, какой спектакль является визитной карточкой. И слава Богу, что у вас нет вот одного такого спектакля, который скажет, вот это вот театр «Бенефис». Все спектакли разные. Главное, что они живые и очень человечные. Спасибо вам, что вы выбрали время и приехали. Александр Васильевич, вы приходите к нам в театр. Мы вас приглашаемся и будем рады. Используем свое положение в личном деле. Да, будем рады вас. Открываемся в театр «Бенефис». Спасибо. Это была Анна Неровной, заслуженная деятель искусства России, заслуженная артистка России, основатель и руководитель Московского драматического театра «Бенефис». Я Александр Мягченко. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok